Мне бы сегодня хотелось вам предложить некоторое размышление. Совсем недавно ко мне подошла такая молодая женщина и озвучила свое некое недоумение. Она сказала, почему это апостол Павел проклинает людей. Вот я читал, а я не понимаю, как это так вообще возможно. Когда я начал разбираться, то оказалось, что это немножко не так буквально, как она это, скажем, передавала. Но я все-таки хотел бы озвучить, возможно, некое недоуменное повествование из апостольского чтения. Хотя апостол Павел, он нередко применял такие, скажем, обороты речи. Первое послание Коринфяна, пятая глава. Он пишет, это письма апостола Павла к христианам Коринфа, большого, богатого города, где Павел достаточно долго жил и где утверждал веру Христову, где насаждал закон Христов и, ну, естественно, ждал, чтобы это вот его сеяние, оно дало хороший всход. Вот он пишет, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Апостол Павел обличает христиан Коринфа в том, что в общине христиан появилось некое такое вот явление, которым он называет ужасным, потому что даже у язычников его нет. Некто вместо жены имеет жену отца своего. То есть апостол говорит, что какой-то, значит, человек после смерти своего отца живет со своей мачехой, как со своей супругой. Это апостол Павел называет блудодеянием. Он продолжает, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Апостол Павел не только обличает, скажем, вот такое явление, конечно же, постыдное, но он еще и говорит, что вы возгордились, христиане. Что это за такая гордость? Гордость, очевидно, это заключалось в очень знакомом для нас явлении, когда окружающие, зная, видя согрешающего, ближнего, они говорят, имеет право. Он живет так, как ему заблагорассудится. То есть в гордости общество, не только секуляризованное, то есть светское, но и даже церковное, христианское общество, оно может, впадая в гордыню, разрешать и устанавливать нормой грех. И Павел к этому относится, как мы увидим дальше, очень категорически. Он говорит, а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, «Обще своим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот эти слова, конечно же, не просто они устрашают, они ужасают, особенно, знаете, такой нежный слух современного человека, который воспитан в традиции трансгуманизма, который воспитан вот в такой некой вседозволенности. И Павел, он говорит, я силою Иисуса Христа, а также во имя Господа нашего Иисуса Христа предаю этого человека сатане во измождение плоти. Фраза, вроде бы как, такая неприятная, но она сложная, эта фраза, потому что не стоит воспринимать ее, как, ну, некое такое проклятие. О чем говорит апостол Павел, ну, мы не можем передать, как бы, от первого лица. Но, как бы, консенсус толкователей сводит вот такое его выражение о том, что он предает грешника, который явно грешит в христианской общине сатане, говорит о том, что Павел, как бы, отлучает этого человека от церковного общения. Помните, в книге Иова, если кто-то читал ее, там сказано, что Бог предает Иова в руки сатане. Да, то есть, вот, сатана имел определенную власть над Иовом по попущению Божьим. Это такое древнее восприятие этих слов. Но я думаю, что Павел все-таки говорит о таком непопулярном, и я бы сказал, таком неприемлемом для многих христиан состоянии, когда человек должен быть отвергнут от церковного общения и, как бы, изглажен из церковных молитв. Дабы почувствовал этот человек, чего он лишается. То есть, Павел не буквально его, знаете, отдает власть сатаны. Нет. Он как бы говорит, что через прекращение молитвы, через, как бы, ну, отстранение от общения христиан, этот человек будет во власти сатаны. То есть, это не потому, что ему так хочется наказать этого человека. Или он такой злой, такой, знаете, кровожадный, такой, знаете, немилосердный, что он говорит, все, предаю тебя во власть сатаны. Нет. Он говорит это с точки зрения того, что общество церковное должно не заразиться гангреной греха, которая распространяется очень легко, когда этот грех воспринимают как норму. И я хотел бы, чтобы вы это услышали. Вот даже сегодня такое, знаете, Евангелие очень, ну, скажем так, нетолерантное, недипломатичное. Такое, я бы сказал, на первый взгляд, ну, совершенно невоспитанное явление, о котором мы слышим в Евангелии. Ко Христу подошла хананейка. То есть, та, которая была презираемая иудеями, из народа, да, хананейского, и с которыми евреи даже не общались. И вот она подошла и говорит Иисусе, сыне Давидов, исцели мою дочь. Она беснуется. Господь не обращал внимания. И потом ученики подошли, вот, ну, что-то, вот она ходит за нами, и она просит все время, там, значит, ну, постоянно конючить чего-то, там, вот, все, все, что-то и надо. Христос говорит, я пришел к сынам Израиля. К язычникам, как бы, он, так это, знаете, так специально сказал. Я, как бы, сейчас никакого отношения не имею. А она все равно просит его исцелить дочь. И Христос говорит, ну, что же ты меня просишь? Я должен дать хлеб чадо, а ты меня просишь, чтобы я хлеб дал пса. То есть, он эту женщину, ну, так будем говорить по правде, он сравнивается вот с этими такими животными, которые, которые, там, значит, едят там какие-то отбросы. А она говорит, Господи, но ведь и псы едят крупицы, да, вот эти вот какие-то остатки, которые падают со стола своих хозяев. И тогда Господь сказал, ну, уже она, вера твоя действительно велика. Такое твое дерзновение, независимо, что ты хананиянка, независимо от того там, то есть, он ее испытал таким образом. Но испытал, понимаете, я не думаю, чтобы это испытание прошли многие из нас. Если вот так вот, знаете, к ним бы отнеслись. Они бы, ну, в лучшем случае отвернулись и сказали, да ну, зачем мне это? Не знать не хочу, все, я ухожу там, и все, мне ничего не нужно. Так вот, апостол Павел, я хотел бы, чтобы вы поняли, он не подбирает слов. Он говорит, что мы предаем этого человека, значит, отлучению от нашего общения. И тем самым этот человек сам себя через грехи предает сатане. Ну, тут есть еще один очень важный момент. Он говорит, предать сатане во измождение плоти. Вообще, слово плоть, это не синоним слову тела. Должны вы это запомнить. Потому что плоть, это некая такая сила, если можно так сказать, или грань духовного мира человека. Это нечто, что соединяет душу и дух человека, если можно так сказать. Поэтому, если оскверняется плоть, вот мы слышим часто, или плоть, как бы, впитывает в себя навык греха, это означает, что человек становится страстным. От этого становится страстным его тело, невоздержанным. От этого становится страстным вся его жизнь. То есть плоть, это такая, ну, это вот явление духовной жизни. Это Павел, он такую, определил, да, такую вот ситуацию, что плоть, это такая компонента, вот нашего внутреннего мира, которая либо чиста, и таким образом, как бы, незасоренно проводит некую связь между душой и телом, и духом человека, либо она нечиста. И значит, эта связь, она настолько извращена, что все силы благородные, силы души, они направлены на удовлетворение греховных страстей. И вот Павел, он говорит, что мы предаем этого блудодейцу в сатане во измождение плоти. То есть для того, чтобы человек, осознав, чему он лишается, понял, что его постигает, что он может наследовать, что будет результатом этого отвержения от христианской общины. И Павел заключает вот свою речь такими словами, нечем вам хвалиться. Потому что христиане Каримфа, очевидно, многие были достаточно такими, знаете, ну, успешными христианами, что ли. Наверное, многие из них ходили в общины, да, на Агапы, на Вечере Любви, да, вместе прославляли Христа, вместе читали Священное Писание, вместе чем... Ну вот, понимаете, важность этого момента. То есть Павел, он не зря предпринимает вот такой, казалось бы, страшный метод исцеления человека. И это для нас, современных христиан, также есть очень важный, вот такой вот, как бы, хлеб для неких раздумий. Потому что мы привыкли думать, что наше христианское общество, оно, ну вот, мы собираемся в храме, знаем мы друг друга, или не знаем, или немного знаем. И вот это и есть наше, такое вот, знаете, церковное общение. Но на самом деле все гораздо сложнее. Вот я знаком с практикой разных христианских деноминаций, разных течений, конфессий. Я могу сказать, там бывает так, что если человека обличают в том или ином грехе, ну, его начинают перевоспитывать. Причем там разные, скажем, степени этого воспитания. Сначала его, значит, отлучают от причастия. Вот, допустим, пьет человек. Я встречал такие случаи. Вот пьет человек. Ему говорят, ну что ж, дружок, пока ты не отрезвишься, значит, ты с нами не причащаешься. Ну, если у них причастие вообще есть. Ну, они там говорят о духовном причине. Ну, неважно. Вот они сначала такие делают, знаете. Потом, значит, там он общается с каким-то старейшином или там какими-то авторитетными людьми, которые его там уговаривают. Потом может быть даже такое, когда там соберутся в узком кругу, скажем, такие крепкие братья, да, и может быть ему даже так это, знаете, как сказать, немножко его прижмут. Такое тоже бывает. Это не, ну, я не могу сказать, что это метод такой, но всякое бывает. И это не очернение. Я сейчас никого не осуждаю. Я просто говорю, что, ну, разные такие методы, да, борьбы с грехом. И крайний случай, это когда человека вообще изгоняют из общины. И говорят, что мы тебя теперь не знаем, мы теперь с тобой не здороваемся, мы тебе ничем не помогаем, ты для нас вообще как незнакомец. Все, мы забыли про тебя. То есть, понимаете, вот я думаю, что для православия, конечно же, может быть, неприемлемы какие-то такие, знаете, ну, методы внушения, методы исправления, да, какие-то методы, ну, такого влияния, да, на человека, как у других, допустим, динаминаций. Но я все-таки еще и еще раз хотел бы сказать, что вот эти слова апостола Павла однозначно говорят о том, что наше христианское общество, наша православная церковь, она должна быть не всеядной. Она должна четко определять, что вот этот человек живет во грехе. Да, может быть такое, что мы внутри более грешны, чем внешне. Это тоже правда. Но это отдается на суд Божий. Это сам человек уже с Богом решит. То есть, если Бога человек не боится, ну что ж, ну греши. Только главное, чтобы ты свой грех не транслировал другим, тех, кто тебя знает. Потому что так, знаете, очень легко соблазниться. Дескать, ну вот же он, верующий человек. А поступает вот так. А почему мне так нельзя? И я так буду поступать. И я так буду жить. Ему-то можно. Он же в церковь ходит. Он причащается, исповедуется. И все нормально у него. И я так хочу жить. И я буду в церковь ходить. Так вот, апостол Павел предает сатане тех, кто развращает общину. Кто делает грех, как я говорил, уже нормой жизни. Слышите, предается такой человек сатане во измождении плоти. То есть, в исправлении. Вот мне кажется, это важно для нас с вами понимать, особенно в наш такой свободный и вседозволенный век. Я надеюсь, друзья мои, что вот такое может быть краткое пояснение, краткое толкование слов таких непонятных, да, оно с одной стороны снимет смущение, да, почему апостол так говорит в отношении человека, а с другой стороны заставит нас задуматься о том, о как живем мы. и не достойны ли мы быть изгнаны из церковного общения. А, понимаете, тут же вопрос дело в чем? В том, что апостол Павел это говорит не от себя. Он говорит это как имеющий власть, как апостол. Да, поэтому будем молиться, друзья мои, дабы Господь даровал нам силой, мудрость и крепкую веру превозмогать все наши грехи, все наши похоти, все наши страсти, все то, что очерняет нашу душу и наше сердце, и то, что плодит грех в других. Будем просить, дабы Господь нас укрепил бороться всячески с этим состоянием и не учить греху других христиан, а учить праведности, учить молитве, учить спасению. В этом, я думаю, есть огромная польза. Тогда Бог нас не предаст сатане, а наоборот покрыет нас и защитит, и сохранит на всех путях.